Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас в гостях председатель Совета депутатов городского округа Люберца Владимир Петрович Рожицкий. Уже стало доброй традицией. Мы периодически встречаемся, задаем вопросы, ждем какие-то интересные ответы, какие-то, может быть, новые направления того, что происходит в городском округе Люберца. Но прежде всего мы долго представляли всех... Во-первых, здравствуйте. Да, добрый день. Долго представляли весь, так скажем, новый, где-то новый, где-то старый, но все равно новый депутатский корпус. Ну, в общем-то, прошло уже довольно много времени, и с осени, да, время бежит быстро. Как вы оцениваете сегодня работу, или, скажем так, промежуточные результаты работы нынешнего Совета депутатов? Я оцениваю, что Совет депутатов собран достаточно... Он и профессиональный, и активный, и люди с опытом. И он был сформирован в сентябре прошлого года. Все-таки прошло уже более чем полгода. Девять месяцев уже, простите. Да, да, что очень важно. И понятно, что, в принципе, венец, условно говоря, работы Совета депутатов в некой структуре. Понятно, что это бюджет, а дальше контроль за расходами бюджета, а также контроль за теми программами, или за теми, будем говорить, за тем распределением бюджета, которое было осуществлено. Что же происходит в округе? Какие работы выполняются? Как выполняются? Качество этих выполнений работ? Поэтому мы сегодня находимся, я оцениваю, на пике решения целого ряда вопросов в городском округе. Это разного рода социальные вопросы, хозяйствующие вопросы, я имею в виду, это и дороги, и жилье, это благоустройство, это городская среда, всего много. Поэтому на стреле этих всех вопросов понятно, что Совет депутатов, понятно, что за это все как исполнительная власть отвечает администрация городского округа. Но с точки зрения контроля за расходованием, качества, понятно, что это Совет депутатов, это жители, я всегда обращаюсь к нашим самым активным жителям, они к нам и пишут, и критикуют, и подсказывают, за что я благодарен. Но суть в том, что основное, чем занимается Совет, это, повторяю, бюджет, и мы находимся на контроле за исполнением бюджета, и текущая работа каждого депутата, это прямые отношения на территории с жителями, которые проживают. Именно те вопросы, которые волнуют жителей, эти вопросы поднимать, обострять, решать их совместно с администрацией. Поэтому эта работа, она текущая, она, я оцениваю, находится всегда в динамике, здесь нельзя как-то остановиться. Я вам скажу, даже если депутату захочется где-то, условно говоря, условно скажу, как-то присесть, затаиться, дать слабину, это не получится, потому что у нас есть очень много активных жителей, и малейшие какие-то, я оцениваю, недоразумения, упущения, или какие-то проблемы, вопрос возникает, сразу же взрываются социальные сети, сразу же тебя находят, сразу же идут обращения. Поэтому человек, если он согласился и пошел, и был избран депутатом, то он обречен каким-то образом быть в курсе событий, быть на острие событий, решать эти вопросы. 24 часа в сутки. Да, потому что по-другому вопросу нельзя. Поэтому понятно, что если где-то пропадает, условно скажем, вода, электричество, либо крыша течет, либо зимой там снег не убирается, понятно, находят депутата, находят власть исполнительную. Я своим коллегам говорю, жителю, который проживает на территории, он обращается либо к депутату, либо в исполнительную власть, в лице главы, либо заместителей, то жителю все равно. Депутат ты, глава или замглавы. Ему нужен результат. И когда что-то не так и не то, то понятно, будет виноват и все, и депутаты, и глава, и заместители. Когда все в порядке, то и хорошо. И все хорошо. Все хорошо работают, и все счастливы. Поэтому я как бы шутя говорю, вот я сегодня встречался в ряде медицинских учреждений, в том числе в поликлинике 6 на Назаровской, там с коллективами обсуждали. И я такой привел пример, что кто такой депутат? Да, это человек, да, к которому обращается. А кто такой врач? Это тоже человек, профессионал тоже обращается. Кто обращается? Когда есть проблема. К врачу, когда есть проблема по здоровью, а житель обращается к в сторону власти, неважно, исполнительная, там, этот депутат, когда есть вопрос, когда есть проблемы. Поэтому я всегда желаю врачам, чтобы они были без работы, чтобы все были здоровы. А к власти не будут люди обращаться к это тогда, когда не будет вопросов, когда не будет вопросов. Зимой снег убирается, вода течет, электричество горит, крыша не течет, дороги в порядке, все счастливы. Что для этого требуется? Такое, наверное, редко бывает. Чтобы все работали. Все работали. Понятно, что где-то что-то будет, где-то у нас порой там... Ну, в режиме аварийном, да, бывает. Это что-то будет как-то обостряться, не без этого, но когда власть работает и все службы работают, тогда эти все вопросы решаются достаточно быстро. Ну, вот еще один вопрос в этом направлении. А те активные жители, вы чувствуете, что больше стало людей, которые через депутатов доносят какую-то информацию? То есть активность самих жителей городского округа чувствуется? Я думаю, мне же есть чем сравнить, я могу сказать, ну, допустим, активность, условно говоря, там, 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад. И сегодня, сегодня она, естественно, выше. Почему выше? Потому что 20 лет назад писали письма, либо где-то приходили на прием. Уже 10 лет назад появился уже, ну, был интернет, можно было письма написать через почту, а можно было написать письмо на электронную почту, а можно было прийти на прием. Сегодня у нас есть электронная почта, есть, прием личный есть, значит, электронная почта есть, социальная сеть. И вот в социальной сети я оценил, что это некий градусник, что происходит на территории. Потому что сегодня любая ситуация, которая создает проблемы, это не важно, вода, электричество, лужи на дорогах, снег не убирается, только где-то есть проблема, социальная сеть взрывается. Что очень правильно, потому что человеку, который проживает где-то в многоэтажном доме, либо где-то в наших поселках, где-то в своем доме, ему какая разница, и у него где-то не было проблем, не было бы вопросов. Он хочет, чтобы об этой проблеме он знали, да? Он хочет быстро, если она возникла, достучаться. Либо ты будешь звонить, либо там наручным где-то кого-то искать, либо в социальные сети. А социальные сети, они сегодня находятся в зоне контроля всех. Это и администрация губернатора, это у нас сегодня есть СУР, где туда все стекается, здесь у нас администрация тоже, ну, есть депутаты, ну, есть активные жители. И любая ситуация, которая создает проблему, они становятся известны здесь сейчас в режим онлайн, и понятно, значит, если не дай бог, что такое экстра, это вообще все взрывается. Поэтому я оценю, что активные жители выросло, потом же, особенно молодые люди, они обучены работать в социальных сетях, они знают, что такое интернет, они знают, каким образом, какую там ниточку дернуть, где-то нервоголенный. Поэтому я оценю, что нормально, потому что с точки зрения обычного жителя достучаться до власти и достучаться, чтобы проблема была решена, сегодня возможности гораздо больше, чем было, скажем, даже 5 лет назад. Ну, и так, 9 месяцев уже ближе к году скоро будет, осенью год, работы нового совета депутатов. Давайте все-таки напомним, какие наиболее значимые события произошли за это время, что было, зачем следили, что, может быть, удалось изменить, над чем работали. Я скажу целый ряд вопросов, что мы сделали, у нас сегодня с работы существует 6 комиссий, у нас сегодня, скажем, в конце года, в начале был сверстан план, у нас сегодня где-то порядка 24-25 разного рода мероприятий, которые проходят в плане, и до конца года они расписаны по каждой комиссии, именно по тем вопросам, которые людей интересуют. Ну, во-первых, мы все готовимся к 400-летию города Люберцы. Это 400 лет, хорошая дата, круглая, и здесь есть возможность где-то о себе заявить, напомнить о себе, напомнить, что есть Люберцы, есть город славный, традиции, истории. С семенами. С семенами, да, поэтому мы эту тему обостряем, над этим работает плотно глава Владимира Михайловича Волкова, администрация, мы плотно работаем, ну, понятно, Совет депутатов со всеми общественными структурами, есть целый план мероприятий, поэтому понятно, что мы эти вопросы рассматривали на Совете депутатов, поэтому этот круг вопросов, он находится в поле зрения, и мы постоянно проводим целый ряд мероприятий. Но я уже говорил, каждая комиссия сбила свой определенный план, что людей интересует больше всего, и особенно для Люберец. Это все, что связано с городской средой, там целый план мероприятий, где мы проводим встречи, круглые столы, форумы, конференции. Кто следит за этой работой, он может в этом принимать участие. Это, что касается городской среды. Второй вопрос, который в Люберцах очень стоит и остро, и за ним следят с пристрастием, и имеет на сегодняшнем этапе такое острейшее значение, это дороги. Потому что у нас сегодня решается вопрос Новорязанского шоссе в обход поселка Октябрьский, и я думаю, что где-то в течение ближайшего года, я думаю, что эта тема так иначе будет завершена. Хотя многое очень сделано по Новорязанскому шоссе. И сегодня вопрос стоит, скажем, ребром, это Октябрьский проспект. Потому что понятно, что он сегодня в реконструкции, и понятно, что сегодня из-за того, что находится проспект в реконструкции, целый ряд таких объездов, сужений, это пробки, это проблемы для транспортного движения. Поэтому мы запланировали, где-то, по-моему, в июне месяце пройдет у нас такой конференция, круглый стол посвященный тематике дорог. Потому что у нас, я уже сказал, Новорязанское шоссе в обходе Октябрьского, это реконструкция Октябрьского проспекта, это строительство дублера Егорьевского шоссе, это дорога Латкарина-Железнодорожный, тоже в развитии она строится. Поэтому мы хотим до людей донести, каким образом в ближайшие годы будет решаться транспортная проблема города Любрица. Я еще не говорю о железнодороге, где целый ряд мероприятий по железнодороге, включая и, будем говорить, наземное метро, которое тоже придет в Любрице. Поэтому целый комплекс вопросов касается дорожно-транспортной сети, это людей интересует. В Любрице всегда есть проблема экологии. В силу разных причин, я не буду на эту тему говорить долго, потому что эта тема, она требует даже, я бы сказал, научных подходов, потому что Любрица находится на Юго-Востоке, Роза Ветрова и так далее, из Москвы все сюда, и у нас есть проблемы экологии. Мы этой темой занимаемся очень плотно, администрация, область, мэрия Москвы, и поэтому у нас, эти депутаты, на эту тему тоже приведут целый ряд мероприятий с привлечением всех надзорных структур, с привлечением префектуры Юго-Востока, мэрии Москвы, правительства Московской области. Эти все вопросы, они публичные, и есть у нас достаточно такая группа активная, которая очень ревностно отслеживает вопросы экологии, мы их приглашаем, чтобы люди понимали, знали, мы эти вопросы где-то держим в поле зрения и поджимаем тех, кто от кого-то зависит. Поэтому, да, мы в свое время закрыли целый ряд предприятий в Любрицах. Мы спровоцировали, поджали, и Мосводоканал на сегодняшний день в реконструкцию, туда вложены огромные деньги в экологию и так далее, эти вопросы на сегодняшний день и дальше решаются, но мы просто обостряем, потому что время от времени у нас немножечко, как бы, ну, в Любрицах возникает некая ситуация не самая благоприятная с точки зрения экологии, это и запахи всевозможные, и другие неприятные вещи, в силу того, что мы в окружении целого ряда предприятий, которые в экологическом плане не совсем благополучны. Поэтому у нас целый комплекс вопросов, потому что все, что происходит на территории, к этому имеет отношение Совет Депутатов. Понятно. Ну и 29 депутатов, только трое из другой, из других, скажем так, партий. Как у вас, нету давления на них? Во-первых, у нас создана фракция партии «Единая Россия», и в нее уходит 29 человек. Там не все члены партии «Единая Россия», а есть просто сторонники партии. Ну, а все 32 депутата, значит, трое. Один у нас это партия КПРФ, ЛДПР и, по-моему, там Родина. Значит, вот такие партии нет, полное взаимопонимание. У нас, как бы, я оцениваю, что не искрит. Да, как в любой публичной организации, Совет Депутатов – это некая структура, где, возможно, сталкиваются самые разные мнения, самые разные взгляды. Да, мы их обсуждаем, находим общий язык. То есть, меньшинство могут услышать? Ну, я хочу сказать, что, ну, даже если это партия «Единая Россия», у нас же нет жесткой диктатуры, да, это было у коммунистов-большевиков, была, значит, определенная партийная дисциплина, диктатура. У нас нет, мы, я сторонник того, что есть некие вопросы, которые требуют обсуждения, дискуссий. Совет Депутатов – это площадка для дискуссий. Поэтому нет, в этом плане, я оцениваю, у нас все достаточно ровно, вопросов особых нет. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу, и, коль мы сказали «Единая Россия», давайте мы немножко расскажем нашим телезрителям, так сказать, депутатам от «Единой России». У вас отдельное такое еще есть направление этой работы. Вернемся в студию через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а у нас в гостях сегодня председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий. Еще раз напомню, что практически всю осень и даже зимний период мы представляли здесь в студии депутатов, Совета депутатов, и Владимир Петрович приходил. Но вот пришло время уже, правда, не год еще, но такой, 9-10 месяцев прошло. С точки зрения рождения, можно сказать, Совет уже родился окончательно. И мы говорим о тех проблемах и о том, как работает сегодня Совет депутатов. И вот последний вопрос касался «Единой России». Все-таки превалирование, безусловно, присутствует. И вот тут возникает такой вопрос, что в последнее время как-то много перевыборов секретарей первичных организаций. Какая-то перезагрузка в партии, что ли, идет? Или подготовка к чему-то? Нет, я скажу, что первичная организация партии «Единой России» по городскому округу Люберцы, мы находимся достаточно на приличных местах Московской области, мы не выходим из стройки с точки зрения оценки, рейтингования партийных организаций. Я оценю, что достаточно у нас активные члены партии. Ну, не потому что они активные, а потому что я везде и всюду говорю, что Люберцы, как некая территория, которая исторически сложилась Люберцам 400 лет, что за эти годы сформировалось, я бы сказал, такое хорошее пространство жителей. Это такая, я бы сказал, интеллектуальная среда в Люберцах. И это она сформировалась не сейчас, а исторически. Потому что, если мы посмотрим, скажем, 100 лет назад, 50 лет назад, то Люберцы всегда были в зоне особого внимания. И Люберцы занимали, ну, такие передовые позиции в московском регионе, в московской области. Мы всегда занимали там первые-вторые места, значит, в 80-е годы. Это мы можем посмотреть историю, это все как бы прописано. Поэтому Люберцы – это некая территория, где сложилась замечательная категория жителей, граждан, которые здесь проживают. В силу того, что здесь заложена традиция, здесь была развита оборонка, значит, была развита, скажем, исследовательская группа различных предприятий. – Интеллектуальные предприятия, да. – Да, то есть мы от других отличаемся, что здесь собран некий интеллектуал, есть потенциал. И, понятно, этот потенциал, так или иначе, он накладывает отпечаток на партию, на партийность, поэтому люди те же, жители те же, и поэтому люди небезразличные, очень активные, в чем-то очень требовательные. Поэтому, я скажу так, с нашими жителями особо не забалуешь, и особо с ними в хорошем смысле не расслабишься, потому что они всегда держат в тонусе, что очень важно. И я заинтересован, чтобы в партию приходили активные, самобытные, в чем-то люди как-то ощущают какую-то справедливость, вот просто на уровне каких-то ощущений, или на уровне каких-то, ну, просто восприятий этой действительности. Такие люди у нас есть. Ну, а еще, тут я тайны не открываю, это классика, что любая партия, которая создается, задача у партии, значит, прийти к власти, удержать власть, это, говорят, это слова приписывают Ленину, но это сказано и там, не знаю, как. Это логично. Появились, да, появились, значит, группы движения партии, и понятно, что партия для того, чтобы власть взять и удержать. Да, сегодня по целому ряду позиций, Единая Россия находится на острие событий, находится в гуще событий, поэтому мы стремимся, по крайней мере, у нас на территории 173 избирательных участка, потому и стремимся, чтобы на каждом участке была партийная ячейка, стремимся подобрать секторей первичных этих организаций, у нас их 173. Я оценю, что в целом нам удается это сделать, и повторяю, люди, как правило, приходят молодые, в чем-то по-доброму агрессивные, потому что пытаются себя зарекомендовать, проявить себя, поставить, проявить. Это такие люди есть, и я вам скажу, мне достает удовольствие, когда такие ребята есть, появляются, они амбициозные, в чем и нет, когда человеку 25-30 лет, и у него есть планы, мечты, и он стремится осуществить, поэтому стремится осуществить через свою деятельность, в том числе в партийной организации. Поэтому наша задача стоит, скажем, подготовиться к следующим выборам, они будут в сентябре, значит, в выборе губернатора Московской области, поэтому мы ставим задачу их провести достойно, открыто, значит, понятно, что партийная организация Московской области определит кандидата, а дальше все, как говорят, по списку будет некий порядок, по протоколу будет избрание, поэтому это мы, я думаю, ближе к выборам эту тему обсудим, а сегодня стоит задача, по крайней мере, к этому готовиться. Ну и, коль мы говорим о «Один России», народная программа, которая была принята к исполнению в 2021 году, она базировалась, безусловно, в том числе и на наказах избирателей городского округа Люберцы. Понятно, что экономическая ситуация менялась, исходя из пандемийных событий, исходя из нынешней экономической ситуации. Как она сейчас выполняется? Есть какие-то сложности, трудности? Ну, я вам скажу, тот, кто работает, это неважно где. Всегда возникает и сложности, и трудности, потому что в процессе работы что-то возникает, и ты должен это все решать, думать сам, привлекать. Это нормальное явление, потому что когда ты ничего не делаешь, понятно, там ничего и нет. Поэтому территория городского округа, она достаточно приличная, по жителям мы находимся где-то там. Четвертая, пятая в Московской области, приближенная территория к Москве, а жители наши считают, что мы не в области, мы в Москве живем, потому что стандарты, которые в Люберцах, они должны соответствовать московским. Поэтому понятно, что есть в этом плане Москва накладывает свой отпечаток. Поэтому мы эти вопросы все держим в поле зрения. И понятно, что требования жителей по целому ряду вопросов, которые есть, они, скажем, более высокие, чем в других территориях даже Московской области. Поэтому, когда были выборы в 21-м году в Государственную Думу и Областную Думу, были собраны наказы наших избирателей. Их было собрано порядка более 5,5 тысяч. Значит, вот я смотрел статистику, они у нас в каждой зафиксированы. Все это в протоколах. Мы это все отслеживаем. Сегодня где-то уже исполнено более 86%. Да, даже там. Да, потому что это уже все-таки время было 2 года. Понятно, что не все нельзя, не все, скажем, можно исполнить. Потому что, вот я просмотрю, даже сегодня, идя к вам, скажем, в студию, были пожелания, что детский садик приблизить к дому. Ну, желания хорошие, но нет такой возможности, потому что микрорайон сложился. Подадим разъяснение. Но там, где, скажем, есть очередя, или в многих микрорайонах не было садиков, то мы их там строим. Школы реконструкции, мы это делаем. Были вопросы по поликлиникам там или больницам, мы их решаем. Были вопросы самые разные по благоустройству там дорог, по благоустройству территорий, по капитальному ремонту домов. Это все будем говорить. Но были текущие вопросы, условно говоря, не горит лампочка в подъезде, но это решается в течение суток, грубо говоря. Но были вопросы, скажем, по Наташинскому парку. Я помню, мы тогда с жителями встречались. И понятно, Наташинский парк, мы сделали, это был 2013 год. Прошло много лет. И для тех времен у нас была дорожка, грубо говоря, полтора метра ширина. А сегодня уже стандарты около трех. И мы все эти вопросы тоже взяли себе в работу. Мы по Наташинскому парку вошли в программу развития парка в Московской области. Выделяется определенное средство. И суть в том, что мы сейчас тоже приступим к реконструкции Октябрьского парка. Начнем в этом году, закончим в следующем. Где он будет перестроен. Это будет расширение дорожек и освещение. И появляются новые какие-то архитектурные формы. И появится скейт-парк. А современные. Да, и освещение за именем. Понятно, видеонаблюдение, потому что сегодня без этого нельзя. Это безопасность и прочее. Поэтому он примет совершенно другую форму. Он хорош был для 2013 года, потому что это была изюминка, люди радовались. Но для 2023 года уже надо что-то менять. Уже надо другой подходы. Да, опять же, по народной программе городская среда. И понятно, что это очень волнует всегда жители. Это город, в котором ты живешь, благоустройство дворов, города. Вот эта часть народной программы, она же еще и совпадает с обычными, так сказать, депутатскими запросами, наказами. Конечно, это дело в том, что мы ежегодно, сколько я помню, этот год тоже не исключение, мы формируем некий план работы во дворах, ремонта дворов, подъезда, капитальный ремонт и домов. Мы стремимся, чтобы если дом, где проводится капитальный ремонт, в этом доме, если есть вопросы по подъездам, чтобы в доме был и капитальный ремонт дома, и капитальный ремонт подъездов. И если есть вопросы по территории вокруг дома, то и благоустройство территории вокруг дома, включая и территорию, где принимаются бытовые отходы, где формируются, там, скажем, площадка для сбора мусора. То есть, фактически, все основные точки. Такой комплексный подход, включая освещение. Поэтому, да, этот год не исключение. Но весна-лето – это же особый период, когда снег сходит и проявляются всякие… Я согласен, но когда снег сходит и проявляется, потому что зима, у нас зима как бы длинная, понятно, что это сразу же проводятся такие субботники, мы как бы обязываем управляющей компании навести хотя бы внешний лоск порядок, убрать мусор. Но все, что касается благоустройства дома, ремонта там подъезда, все, что касается ремонта дорог, то эти все вопросы формируются, как правило, где-то осенью, к концу года, исходя из нового бюджетного года. Поэтому целый ряд вопросов, которые мы сегодня решаем в 2023 году, они были сформированы где-то в середине, в конце 2022 года. Мы так каждый год работаем, поэтому на сегодняшний день мы работаем, но мы уже держим руку на пульсе, где-то есть вопросы, условно говоря, где-то есть вопросы по кровле или по фундаменту, или какие-то вопросы поступают от жителей по каким-то площадкам. Но район, администрация, совет депутатов работают от денег, от бюджета. Поэтому эти вопросы фиксируем, а дальше все это обсуждается на разного рода совещаниях, которые проводит глава, заместители, общественность, совет депутата, общественная палата, где мы формируем, что же надо включить, что надо включить, исходя из тех средств, которые у нас есть, исходя из тех финансов, что они у нас есть, чтобы те или иные вопросы включить уже в программу по работе следующего года. Понятно. Вернемся к еще одному проекту. Мы находимся в преддверии 9 мая. в «Единая Россия» есть такой проект, называется «Историческая память», когда и члены партии, скажем, и депутаты, и просто члены партии занимаются покраской памятников, приведением их в надлежащий вид и так далее. Ну, вообще, некое отношение, идет подготовка к 9 мая. Как готовятся фракции «Единая Россия» в Люберце? Ну, я скажу, потому что эта тема, она такая и знаковая, и, скажем, коротко не скажешь, а долго говорить это будет неправильно, но я скажу одно, что праздник «День Победы» это самый светлый, самый такой знаковый, значимый праздник среди праздников, которые мы отмечаем в России. Поэтому «День Победы» я оценил основной праздник, мы к нему готовимся соответствующим образом. Поэтому это, в первую очередь, конечно, мы не должны упустить ни одного ветерана фронтовика, у нас их порядка 40 человек осталось. Значит, мы не должны упустить ни одного труженика тыла, у нас есть и дети войны, у нас есть блокадники, у нас есть узники фашистских лагерей. То есть мы стремимся уделить внимание вот каждому, кто так или иначе был или соприкасался с событиями 1941-1945 года. И мы стремимся, по крайней мере, вот эту работу и развернуть, правильно ее организовать. Поэтому, понятно, у нас готовится целый ряд мероприятий, которые связаны с праздником 9 мая. Это и разного рода встречи, начиная, я скажу так, где-то с конца апреля и до плодины 9 мая, встречи с ветеранами, с семьями ветеранов. Мы стремимся каждому как-то уделить внимание, по крайней мере, особенно фронтовики, трудщики тыла. Если есть какие-то вопросы, замечания, проблемы, мы стремимся точечно с каждым отработать и оказать содействие. Но у нас на территории порядка более 30 таких знаковых мест. Это захоронения, это мемориалы, памятные знаки, все эти объекты. Понятно, что они требуют подготовки, потому что празднику все должно быть покрашено, ухожено, где возможно... И видно. И видно, и самое главное, где-то цветочки посадить, зелень, чтобы это был праздник. Должно быть праздничное настроение. Мы этим всем занимаемся. Сегодня это все, по сути, приведено в порядок. Поэтому понятно, что каких-то мы как в прежние годы особых массовых гуляний мы не планируем в силу вот такой обстоятельств. Но мы планируем, это желающие, у нас в центре любит свечный огонь. У нас в каждом поселке есть свои знаковые места, свои захоронения, поэтому понятно, что люди... Принесут цветы, придут. Кто-то придет, потому что у нас нет ни одной семьи, которая бы как-то не коснулась война. В каждой семье есть погибшие, участвовавшие, не дожившие сегодня, их не так много уже осталось. Поэтому каждый в этот день вспомнит своих близких, родных и в масштабе большой страны. Это большая страна, это мы все. Поэтому стоит задача как можно ярче подготовиться к празднованию Дня Победы. Но еще один важный такой аспект этой работы, это работа с нашими школьниками. Поэтому эта работа требует особых подходов. Понятно, что сегодня уже ветераны у нас, это по сути им всем за 90, и это единицы, кто может сам прийти в школу. Таких мало осталось. Но трудников тыла у нас еще есть, и слава богу, они живы. И мы встречаемся, и учителя благодарен, я встречаюсь с целым рядом педколлективом. В каждой школе, почти в каждой школе, если мы будем стремиться, чтобы в каждой школе был свой небольшой музей, посвященный Великой Отечественной войне, героям Великой Отечественной войны. Сейчас идут тематические мероприятия в каждой школе. Это начиная от патриотической песни, заканчивая всевозможными конкурсами, фестивалями, спектаклями. Это уже зависит от педколлектива, где привлекаются к участию школьники. Потому что очень важно, чтобы этот школьник через себя пропустил то ли стихотворение, то ли какую-то сценку спектакля, то ли просто в общем хоре, где идет песня. Поэтому мы стремимся, чтобы каждый как-то соприкоснулся с событиями Великой Отечественной. Это, я думаю, что у нас получается. Я даже смотрю по лицам, глазам школьников. Я скажу, все воспринимают как должно быть. Как свое близкое. Ну и вот в этом контексте последний вопрос, который, конечно, мы не можем не затронуть. Это наша сегодняшняя ситуация и Совет депутатов и фракция Единой России. Это СВО, это помощь всеми мобилизованных, потому что возникают какие-то проблемы, и не каждый может даже сразу сообразить, что происходит и так далее. Вот как здесь идет работа, ведь она же непосредственно с членами семьи, с детьми, с женами, с родителями. Ну, я вам скажу, я провожу регулярные встречи с семьями мобилизованных. У меня было несколько встреч с отпускниками, которые были в краткосрочном отпуске здесь, в нашей любередской парне, да, вот были в отпусках. Мы встречались и обсуждали за чашкой чая все эти события, настрой, и я могу сказать, что буквально несколько недель назад встречался по сути с промежутком недели с двумя парнями, значит, там, 37-34 года, и они были отпущены в отпуск, потому что у одного родился третий ребенок, у другого четвертый, и я, допустим, говорю, ну, закон позволяет, вы подумайте, если нужна помощь, мы можем оказать вам помощь, закон позволяет, значит, уже быть в семье, вернуться, да, вот, вот оба они, значит, понятно, что они друг друга не знают, нет, и у них, как бы, такое, они говорят, что там их братья, и они не могут не вернуться к своим братьям, они имеют право ни морального, а не другого, поэтому это дело чести, и поэтому, да, и семья, третий, четвертый ребенок, но я не могу оставить своих братьев, то есть, я вам скажу, дух патриотизма, друг, дух вот этого, скажем, я бы сказал, ну, русский дух, значит, вот, просто мужской дух, он превышает, я скажу, и страхи, и все остальное, поэтому ситуация не простая, это отдельная история, но что касается семей, то понятно, как правило, потому что мы встречаемся с ними, и, как правило, жена рядом, то понятно, жены и гордятся, но и слеза присутствует, переживают, поэтому мы встречаемся, и у всех их, у них и телефоны мои, и моих коллег, и мы каждую семью держим на, скажем так, на контакте, и у нас таких сегодня уже семей 351 семья, это большая гвардия, и поэтому по первому зову, там, где мы можем, мы окажем содействие, а я думаю, что мы многое можем, поэтому, начиная от каких-то вопросов детского сада, школы, питания, организация там медикаментов, какая-то помощь, мы это ее оказываем, я не думаю, я не знаю, что кто-то обратился, мы это оставили без внимания, такого просто нет, такого не допускается, эти вопросы находятся в поле зрения, как администрации, так главы нашей, потому что эта тема, она общая, и наша задача окружить вниманием именно такие семьи, потому что, понятно, что человек, боец, он находится на территории своего, это одна история, и он там свои, у него проблемы, а семья, которые здесь, дети, это другая тема, другая проблема, здесь и переживания, здесь и эмоции, наша задача, все эти вопросы держать в поле зрения и максимально помогать. Ну что ж, подходит к завершению наш сегодняшний эфир, Владимир Петрович, у нас есть прекрасная возможность поздравить всех с 9 мая, вот, от председателя, от Совета депутатов, от всех депутатов, вот у нас есть камера специальная, вот вы можете в нее все, что хотите сказать по полдетам. Николай, спасибо, потому что мы с вами посетили какую-то часть передачи, потому что, я могу только повториться, 9 мая, это основной праздник, вот, сегодня нашего народа, у нас каждый, кто проживает на территории России, имеет прямое отношение к этому празднику, потому что в каждой семье есть свой герой, есть свой невернувшийся, есть свой, кто вернулся с ранами, есть в каждой семье, кого сегодня, к сожалению, нет, потому что жизнь так устроена, что дело времени, когда человек уходит. Поэтому сегодня мы можем сказать и должны сказать слова благодарности всем тем, кто защитил нашу страну, кто дал возможность нам жить, учиться, работать, наслаждаться сегодняшним вот таким замечательным, замечательными и днями, и замечательной страной, потому что у нас реально замечательная страна, замечательные люди. Поэтому наша задача сказать спасибо ветеранам и, по крайней мере, быть достойными наших ветеранов, сохранить то, что они сами сумели защитить. А мы сегодня тоже, время непростое, должны опираться на наших ветеранов, смотреть в историю, соответствовать духу наших ветеранов, соответствовать тому патриотическому воззрению наших поколений, которые нам дали в руки сегодняшнюю Россию. Наша задача ее сохранить, приумножить. Поэтому я сегодня хотел бы пожелать всем нашим ветеранам долголетия. Понятно, что годы берут свое, но я искренне желаю долголетия, здоровья, благополучия всем нашим люберчанам, независимо от возраста и счастья, и любви. И морального, материального благополучия. Ну и думаю, что будущее у России светлое, замечательное. Поэтому всех с праздником, с Днем Победы! Председатель Совета депутатов городского круглоберца Владимир Петрович Ружицкий. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова